С этого дня употребление в теле радиоэфире и печати абсценной лексики административно наказуемое деяние. Абсценная от английского abscenity, нецензурной. Ну, в общем, речь о мате, как вы поняли. Правда, перечень запрещенных слов и выражений в законе не прописан, и можно предвидеть жаркие судебные споры о том, что является нецензурной бранью, а что вполне даже цензурной. Запиканные в телеэфире и забитые звездочками печатные слова давно стали у нас чем-то обыденным. А ведь истоки мата в наших языческих традициях. И наши классики Пушкин, Лермонтов, Толстой, Некрасов, Маяковский отдавали этим традициям дань. Но как великий и могучий русский язык, кто не помнит, растерял свои веками копившиеся сокровища, так и русский матерный, по выражению поэта, изысканный и емкий, сначала спустился на самый низ социальной лестницы, а потом стал средством общения всего социума. В общем, цитирую все того же поэта, «Яматом был забористым и грозным, а стал шестеркой, ерником скабрезным». Иван Трушкин ушел в лингвистические глубины. Мамаша, а что я не понимаю? Дети могут не выходить. Да не беспокойтесь быть. Да что быть? Все такие нежные быть. Чтобы детям не выходить, когда родители включают телевизор, депутаты и предложили подправить закон о СМИ и административный кодекс. Следите, мол, товарищи журналисты, за языком. За нецензурную брань в общественных местах штраф существовал, а за использование нецензурной брани в средствах массовой информации штраф отсутствовал. Конечно, внутренней культуры хватало не всем СМИ для того, чтобы добровольно избегать ненормативные лексики в эфире и на страницах изданий. Кто и дальше не захочет избегать, должен будет платить от двух до двухсот тысяч рублей в зависимости от статуса. Также закон грозит конфискацией предмета административного нарушения. Загадочно и сурово. А если кто ждет конкретики, мол, эти три слова можно, а те пять нельзя, то нет. В документах о них ни строчки. Этот список, он по идее должен был бы как-то где-то быть там фиксирован уполномоченным органом. А такого уполномоченного органа нет. Речь идет об общественном соглашении. С этим тяжеловато. Хотя бы потому, что единственное, даже среди тех, для кого мат, профильное занятие. Дело в том, что исходя из моего опыта по искам о защите от чести и достоинства и деловой репутации, зачастую заключение лингвистов противоречит друг другу. Поэтому, исходя из сути этой науки, заключения действительно могут разниться от эксперта к эксперту. А где нет определенности, есть юридические лазейки. Так, чтобы все все поняли. Скажем, надо газете процитировать чей-то диалог. Вместо известного адреса из трех букв напишем, и формально не придерешься. На фото или видео от запретных слов можно что-нибудь отрезать. И доказывай потом регулятор, что это не недописанные слова. И, скажем, стерлядь. А что-то общественно опасное. Просрали. Кстати, это какое слово? Бравно или не бравно? Я считаю, в нашей экономике это вполне экономический термин. Попалки, что такие, п***, дали. Я так обожаю, когда, п***, начинай. Ой, а как я так думаю, что такой у тебя вечно влюбленный, да? Это пьеса признанного российского драматурга Михаила Волохова. Игра в жмурике. Получается, закрыт ей путь на телеканал «Культура». Даже после 11 вечера сами же литераторы просят их с журналистами не путать. Мне хотелось бы, чтобы телевидение вас лично это касалось. От литературы и поэзии, и реальной публицистики, тем более от исследований русского языка, они свои руки убрали, потому что мы будем матом ругаться, если они будут нас прессовать. Под пресс заботой о чистоте языка недавно попала писательница Дина Рубина. За что, выяснил Сергей Савин. В Ульяновске тотальный диктант превратили в моральный диктат из лучших побуждений. Шах и мат единому тексту диктанта накануне акции поставил лично губернатор Сергей Морозов. Причина – нюансы творчества Дины Рубиной. Три абзаца для всероссийской проверки грамотности 2013 писала именно она. Нам предложен текст писателя, который в своих произведениях очень часто, чересчур часто, использует ненормативную лексику. Это печально. Это не только печально, но и противно. В самом тексте, естественно, ни одного нецензурного слова, но автора по настоянию губернатора все же заменили, дабы подать положительный пример молодежи. В итоге почти 800 ульяновских студентов все-таки писали текст Дины Рубиной про интернет, а 2000 школьников – диктант Василия Пескова про картину художника Пластова. Удалось ли таким образом добиться чистоты русского языка и повышения культуры, пока неизвестно. А вот российская благосфера в ответ взорвалась сотнями, если не тысячами, едких комментариев. Во многих случаях как раз с использованием ненормативной лексики. Губернаторские претензии писательницу не смутили. Я ни в коем случае не придам трактористу, бандиту или, я не знаю, там, какому-то уголовному элементу лексику воспитательницы детского сада. Это просто возмутительно, мне никто не поверил. Действительно, никто не поверит, что этот господин... ...имел в виду, о боже, как мне страшно, а эта пожилая дама... ...отсюда вы, не понимаете по-русски. ...просто просила покинуть поле ее зрения. И никакими другими словами не описал бы Челябинец свое удивление, волнение и трепет в день падения метеорита. А как теперь транслировать выступления депутатов Государственной Думы? Скажем, решит Владимир Жириновский, как в 2008-м, поговорить о языке? Вот плохой человек, как мы скажем плохой человек? Просто плохой человек. Ну, дурак, все. А уже другие слова не употребляем. Другие все плохие. Говорят сказать, вот ты ***, да? Нет, нельзя. Это плохо. Чем плохо это слово? Оно же более... Больше понятия. *** уже считается плохо. Ну, ты *** вообще плохо считается. Только дурак можно сказать. И то не везде это слово может быть употреблено. Или захочет обратиться к населению президентский полпред и бывший губернатор Александр Хлопонин. С особым... Вы говорите, ***. Пишите, ***. На, забирай, не будущее говорить. Какой ты ***. Обо всем этом теперь не то, что не расскажешь, не намекнешь. Запикать одну букву в слове из трех, уверяют юристы, не выйдет. Можно принять и опыт прямого эфира в США. Там, выяснил Алексей Веселовский, и от нецензурной внезапности научились страховаться. В Америке есть как минимум шесть слов, употребление которых в приличном обществе не приветствуется. Поэтому, хотя в американских фильмах и звучат все эти shit, fuck, can't, cocksucker, motherfucker, asshole и многочисленные их производные, но на телевидении подобные слова редкость. Федеральная комиссия по связи разрешает ставить в эфир общенациональных каналов фильмы и программы с макершиной только после десяти вечера. Одно крепкое словцо, пробравшееся на экран в дневное время, когда у экранов могут быть дети, и телекомпании могут оштрафовать на сотни тысяч долларов. Именно поэтому трансляции церемоний вроде Грэмми или Оскара идут с полуминутной задержкой, чтобы успеть запикать брань, если кто-то распустит язык. Все это, правда, не касается кабельных частных каналов, которые сами решают давать ругань в эфир или нет. Не зову народ грехуя и Россию нашу мать. Я в гостиной годинушку лихую не позволю оскорблять. Вот теперь давайте на экспертизу ни одного матерного слова. Историю о том, что мат в русский привнесен тюркскими народами, лингвисты называют мифом. Своё это, родное, практически духовная скрепа. Есть такое выражение, ругают, на чём свет стоит. То есть это основа, как бы, правды жизни, языка, сознания. То есть это культурное наследие. Мат – это культурное наследие. Странно при этом думать, что такую культуру несовершеннолетним, о которых вроде бы заботится новый закон, прививают только СМИ, а не матерящиеся перед телевизором родители. А я, в общем, на вас, на вашу боржу, на ваш канал, на всю эту вашу степь с вашими этими окрестностями.